всем привет приветики я пропала на все выходные грустила из-за того что я не попала на свой долгожданный концерт а сегодня у нас будет мастер-класс по приготовлению омлета я просто ничего не ела сегодня и место скучно его можно с вами поболтать правильно приготовить что-нибудь я тоже скучаю за киевом хочу капец как и вы не представляете как очень сильно вообще кстати я задумываюсь о том чтобы вообще покинуть эту страну потому что какие-то неадекватные вещи происходят кстати уж не думали у меня всегда дома порядка почва нет а это тряпка эти тряпки как заванивать так что у нас сегодня будет ребята лет знаете с чем я его делаю я делаю омлет со сметаной я обожаю сметану друзья я без настроения потому что представляете сколько денег я потратила отложенные деньги на концерт это был подарок мне подарили деньги я отложила и очень хотела попасть на концерт своя любимая группа и меня не выпустили страны это безусловно очень печально я полдня просидела в аэропорту и плакала чтобы все присоединяйтесь пишите что-нибудь меня не выпустили потому что ну что так решил пристав и я скорее всего завтра поеду на прием к приставу буду решать этот вопрос да я хотела стамбул омлет делаю у меня ваня любит этот омлет капец как я еще знаете что расстроилась короче нашла своих одноклассниц и блять просто не было одноклассницы которую мы все время как чморили ну такая какая-то припизнутая была я ее нашла и она живет самую лучшую жизнь я думаю а почему у меня не то сейчас мы будем жарить самый охуенный омлет кстати у меня плита индукционная это самое лучшее решение моей жизни куда я собралась как сказал хованский у вас это уже не должно быть нет квартира у нас несъемная это моя квартира выпаде купленная выгляжу хорошо сегодня правда надеюсь человек оценит мой сегодняшний лук скажем так что я спрашивать что пашу кажется уже помню всех заебал этот вопрос так наш сковорода разогрелась без такого ракурса ходит 2 подбородок так ваня хорошо ваня ваню завтра забираем домой мне кажется что я слишком доходим ясненько я разве выгляжу уставший ну да может быть немножко совсем чуть нормально мы с ней виделись вчера и ночью у нас были веселые выходные на удивление выгляжу достаточно свежо для таких выходных у нас прошли а еще кстати кстати еще я ищу работу только если сто есть у кого-то варианты удаленно каких-нибудь я с радостью рассмотрю и поработаю так еще хлебчик омлет я делаю так как я делаю мне кстати очень хорошие волосы они не падают виду виду и не лезут если у тебя все так печально я соболезную искренне не представляю сколько еще зашло шкур посмотреть на меня которые меня не любят а что я должна всю жизнь зависеть от паши нет не нужно паша обеспечивает ребенка знаку зодиака я близнецы вот такая вот блядь и знаете я щас лишь поем и не захочу вообще никуда ехать у вас бывает такое когда вы кушаете а потом не хочется ничего так где мои тряпушки все кстати кому не хвасталась я приобрела аэрогриль и это лучше лучше что может быть что заражение она я слышала этого для любил жестко конечно да ампутируют ногу но сейчас мне кажется очень медицина продвинутая ему поставят вот этот называется эта штука будет он нормально уходить как по мне самое знаете страшно страшно это сойти с ума стать больным на голову вот это реально страшно вот это реально страшно вот это реально страшно мой любимый чай молочный ум рассказывайте кто был на концерте плейсиво я так жаль что я не смогла на него попасть но я знаю что в казахстане будет 12 сентября и я попробую ворваться туда не нужно вопрос решить с приставом это вкус вилл это вкус вилл это вкус вилл молочный ум сейчас вы будете смотреть как я ем мне интересно здесь есть такие фетишисты у меня очень много фетишистов в подписках да с накрашенными губами я ем омлет спасибо большое друзья я вас не смущаю тем что я кушаю кстати у меня маленький ротик что эти планы в сентябре и доучиться вот таким не план на будущее буду учиться учиться хочу чтобы у меня была профессия заниматься тем что мне нравится вот только синие в сентябре получается что весь август я буду гулять ну как гулять я пока работаю на пашу продаю его но я так не хочу больше вот таких вот персонажи мы конечно же блокируем нам такие не нужны здесь бывшая девушка паша без зубов сидит в тюрьме она сидит в тюрьме не знаю сколько лет дали ну по-моему лет 7 точно для лагу мои обязанности входит вести диалог с рекламодателями такие как казино реклама одежды все что касается рекламу кому она нужна формат рекламу и т.д. и т.п. ну естественно деньги это тоже обсуждаем паша себя может продать за 5000 рублей а я могу за 500 рекламу не у меня а у паши я занимаюсь всеми менеджментом паша только только не концертами все что касается рекламы все это на мне что получилось еда моя блять ну спасибо большое максим я придерживаюсь не знаю какого питания если честно обычно стараюсь интервалить интервалите есть меньше углеводов но блять вот сейчас скажу я не я свою жизнь не представляю без сливочного масла это разъёб без капусты укропа кинзы овощей и сметана это моя самая любимая еда ну давайте еще вопросики какие-нибудь может быть здесь есть художники мне нужны классная картина квартиру потому что мою прабабушку звали его не было фамилия корицкая у меня родственники поляки блять жемлёжа когда-то я могла делать сейчас нет я не была никогда в америке но я очень сильно хочу туда переехать и надеюсь что я когда-нибудь психану возьму своего сына и съебусь в америку и пойду там работать кассиром в какой-нибудь магазин и просто буду жить свою жизнь мне нет польской визы и не знаю что за бред почему как пожизненная виза ваня на ваня умничка у меня английский нет я знаю не очень хорошо ну конечно же знаете я могу найти общий язык на когда я уезжаю другую страну легко и там уже начинаю запоминать слова лёва лёва где мои ящики я жду так с пашей с пашей мы общаемся но так как он находится в реабилитационном центре мы крайне редко общаемся о да карандаш для губ я ждала этот вопрос если смогу показать косметику это самый лучший карандаш для губ мне кажется все его рекламируют рекламируют показывают это просто разъемки даже свои тренерши по моему подарила две штуки короче самый пиздатый блеск для губ это что у нас вивиен сабо вот такой это самый охуенный блеск что мы еще ищем карандаш для губ карандаш для губ тоже вивиен сабо естественно вот номер номер 07 у меня старый них много очень 07 поэтому девочки они причем дешевые недорогие и охуительные ему сказать покруче вот эти вот кайли я тоже покупала блеск и карандаш кайли отстой полный ну и конечно же мастер-хэв просто это гель для обрели а ну естественно я открыла для себя тушь охуительную тушь шик хотя раньше пользовалась вивиен сабо а теперь у меня шик не косметика почему-то какая-то грязная я пользуюсь обычно очень дорогим факту обычно это какие-то селективки но типа короче на парфюме могу себе не купить шмотку какую-то я могу себе не купить новый iphone могу не купить там еще что-то на его по-любому могу купить себе друг парфюм потому что без без этого жизнь моя не будет нормальный покажем короче девочки кто хочет быть охуительным вкусно пахнущий вот вот это это лучшее как они называются я вот the house of out какой-то я не знаю я брала в дючки они стоили порядка ну и конечно же конечно же ждал без этого точно никак вот естественно мы еще берем лосьон такой же до дима in the sky то есть вы короче пшикает всего-то этим потом носите лосьон и это просто разъеб короче у меня много парфюма на самом деле но это моя самая любимая которая получит я выпила чаями стало жарко я уже никуда не хочу очень хочу делать так что что кто-то мне что писал кто выглядит как игрушка я не поняла я во первых не сру а как да вот и у меня нет никакой авто подмывки блять что блять люди но сколько вам лет почему вы не можете научиться нормально общаться и излагать хотя бы блять стараться красиво свои мысли и не писать хуйню я понимаю что очень много шизиков окружают нас нашем мире но блять пожалуйста держите себя в руках нет у меня не сложный характер у меня сложный характер только с мамой мне с мамой очень сложные отношения у меня нет авторитета ночью проблем нет какого-то дикого уважения к своим родителям к бабушкам и т.п. но я их уважаю но они не являются для меня каким-то каким-то авторитетами суперски блять если честно я два дня была в разъёбе полном я вообще не знаю как я сейчас могу быть в суперском вайбе блять если я уберу маску я могу убрать маску а зачем тебе без маски будут видны поры и всякое такое с родителями не сложные отношения и мы сейчас прорабатываем с психологом мое детство и у нее там по пазл свой складывается почему почему все так у меня происходит я не хочу показывать свои поры покажи ты мне свои поры и тогда я подумаю показывать и тебе свои поры всем привет 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 кто присоединился к нам могу махать махали башка мне рубашка и пчонка я одеваюсь как школьница обычно хожу в спортивной одежде такой повседневной а сегодня юбка это будет слишком и очень удобно для кое-каких дел вонюшу бабушки не знаю как я не знаю я не сильно похудела я скинула всего лишь пять килограмм не осталось еще пять скинь ну хотя было на 4 и интервальное голодание девочки кто хочет похудеть блять просто вам нужно интервалить это получается что вы 16 часов держите голод остальное время можете кушать но конечно же стараться есть там полезные сложные углеводы белок и ну не перебарщивать с калориями там я не знаю есть там на полторы на тысячи на 1800 калорий но я привыкла есть обычно один-два раза в день и стараюсь интервалить заебись по интервалить конечно 18 часов и до 19 часов но это достаточно сложно я могу сказать что это очень полезно еще я вам могу дать такой совет ешьте больше укропа потому что укроп он выводит жидкость из организма снимает отечность потому что когда я была беременна и мне всегда мой гинеколог рекомендовала типа отвары там какие-то из укропа делать ну и вы сами должны понимать что клетчатка виде овощей и этих зеленью она улучшает ускоряет метаболизм поэтому и в туалет будьте хорошо ходить и фигура у вас будет хорошая красивая и чувствовать будет тебя заебись единственное придется привыкать к тому что к тому что будет чувство голода его нужно просто перебороть и не срываться и ничего не жрать просто можно выпить какой-то зеленый чай или еще что-то такое за какой период я не знаю наверное за несколько месяцев я похудела на пять килограмм хотя ходила два с половиной буду в зал не могла скинуть вообще нихуя не только росла жопа росла росли мышцы но жир никуда не девался солярий мой солярий это море дай бог в этом году я еще пару разиков слетаю куда-нибудь ну и конечно например я делала как я интервалила и соблюдала кетодиету кетодиета она обычно полезна для женщин потому что женщин женский организм больше нуждается в полезных жирах то есть вы можете спокойно относиться там к оливковому маслу к сливочному маслу даже к салу от сала вы тоже не разжиреете главное соблюдать ковараж и например это жирная сметана творог и т.д. и т.п. потому что блядь пидорас капристов видимо не сняла ограничение и я буду с этим разбираться и блядь какого хуя ограничение не сняли потому что до долгов у меня нет ни у меня уже давным-давно закрыты я не знаю вообще есть ли смысл с ними бодаться вот если бы у меня были хоть какие-то знакомые в этой структуре было бы здорово решить как-то вопрос я не слежу за ковпак потому что она меня блять заблокировала хотя я даже не была на нее никогда в жизни подписана человек там почему-то бесится нет я могла пить даже пивасик пивасик кстати очень хорошо мочегонит честно я не знаю как можно так быстро выйти замуж ты например только разводишь с мужчиной которого очень сильно любишь блять я не знаю вот у меня с пашей дико созависимые отношения у меня есть к нему чувство и любовь я не представляю например свою жизнь с каким-то другим мужиком то есть вообще не представляю как я буду строить быт это притираться это вот это вот что-то блять какие-то постоянно новые штуки открывать в этом человеке причем не только хорошие но и какие-то плохие отвратительные с которыми тебе придется сживаться и блять мириться я не знаю мне кажется что может быть никогда не буду замуж хотя мне бы хотелось но такие критерии у меня к мужчинам что таких мужчин наверное не существует а если существуют они женаты в течение пяти дней после снятия долга ну вот блять значит я завтра поеду буду разбираться я не знаю что такое рсп если честно спасибо вам большое за комплименты разведенка с прицепом а ну блять ну и ладно я не считаю своего сына прицепом например а если так рассуждать вы знаете есть очень много мужчин у которых есть также дети от первого брака и все очень даже хорошо складывается есть есть конечно такие пидорасы у которых нет детей то да таким конечно женщины с детьми не нужны потому что эти мужчины являются сами пидорасы сейчас вообще я могу сказать мало достойных мужчин я могу сказать что каждый блять второй чувак изменяет своей девушке своей жене девочки запомните раз и навсегда не верьте никогда и никому он может клятся божиться как он любит что он не изменяет поверьте знаете сколько я таких повидала может быть маленький процентик есть да мужиков которые не ходят налево но их очень мало очень я не сужу по себе я сужу по людям с которыми у меня были связи у которых есть девушки да жены и т.д. и т.п. казалось бы что все так охуенно и прекрасно но нет ну женщина тоже изменяет да мне кажется женщины начинают ходить налево когда они чувствуют холод от мужика и когда мужик начинает себя вести как-то максимально странно тогда да но если мужчина тебя превозносит и носит на руках и говорит тебе о том какая-то у него охуенная я сомневаюсь что женщина возьмет и пойдет налево и будет изменять сужу по себе я выбираю я вообще пока никому не выбираю кого выбирать то если верить то кому некому верить все пиздоболы ну мне частенько пишут футфетишисты в основном мужик ходит налево потому что он мужик потому что если он видит красивую тёлку он захочет ее трахнуть в любом случае м потому что мужик дома видит свою бабу в различных вариациях уродства так скажем это неумытая какая-то зачуханная обычная блять я могу так сказать что многие бабы они так дома и ходят в каких-то растянутых этих футболках которые абсолютно не возбуждают мужика он ее видит блять как она ходит какать каждый день там либо не знаю она забудет попшикать блять за собой после того как она покакала в туалете это естественно уже начинает ну это бытовуха это это уже начинается вот эта притирка и конечно когда мужик видит где-то блять на стороне какую-то охуенную тёлку супер секси которая тоже хочет его трахнуть он пойдет и трахнет ее но вернется конечно потом к своей бабе по любому а может быть и не вернется Паша всегда возвращался погулял и вернулся потому что он говорит я люблю только тебя то что у меня было то что я с кем-то трахаюсь это ничего не значит о здравствуй дорогая пока та женщина говоришь тёлка то ты будешь притягивать таких же мужчин которые женщина воспринимает как кусок мяса а я не знаю блять кого я притягиваю к себе я не знаю ко мне притягиваться только какие-то извращуги потому что я часто выкладываю в инстаграм контент эротического формата это также моя психологическая проблема с которой мы будем в любом случае обсуждать и прорабатывать это с психологом мне не хватает мужского внимания нормального я с психологом работаю он не помогает за один раз с ним нужно заниматься мне кажется полгода год сонь я не знаю на удивление почему я выгляжу не заплывшая неуёбищная я не знаю это странно аномалия и знаете что я могу сказать что инстаграм он реально рушит семьи он реально просто разрушает все и у многих женщин появляются какие-то комплексы у мужиков так же потому что они видят каких-то телок которые выглядят лучше у которых все лучше и люди начинают себя сравнивать и мужчины которые залипают в инстаграме они листают ленту и смотрят на этих красивых девочек потом смотрят на свою такие говорят блять это пиздец кто со мной рядом находится в общем я уже какую-то 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 хуйню уже несу у меня теперь руки воняют рыбы с марком я общаюсь по делу редко когда есть какие-то вопросы по работе по паше да и пошел он нахуй но мне паша всегда говорит что я самая лучшая самая красивая и он меня может конечно хуесосить когда мы ругались но он никогда мне не говорил о том что я какая-то уродливая некрасивая или еще какая-то он мне всегда говорил что я самая лучшая но почему-то почему-то да почему же так почему же он почему же он изменял если я с ним сойдусь это откат это шаг назад а я хочу идти дальше так без пятнадцати четыре с кем я не знаю с кем могу встречаться я не слежу за гуфом меня вообще и вот эти люди они в принципе меня не интересуют ковпаки и гуфы вот это вот вся тема сонь ты еще в эфире можешь маякнуть а соня вышла походу анастасия топку любяка зато здесь привет я не нарядилась я вообще в каком-то пиджаке разве он нарядный секундочку мне нужно посмотреть я вернулась какая же классная тушь девочки посмотрите это же просто это же охренеть понимаете можно вообще не наращивать ресницы я их давно кстати не наращиваю за такой колхоз эти ресницы наращены мне интересно а у меня здесь есть ээээ нимфоманки прям какие-то бешеные нимфоманки ах мне кажется что ты лох цветочный а не нимфоманка хм-хм-хм всем привет 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 вы все присоединяйтесь молчите ничего не спрашивайте можете что-то спросить у меня пока мне нихуя делать если что ребята у кого есть варианты на удаленку у кого есть вакансии кому можно устроиться на работу пишите я с радостью да понятно что у каждого свой вкус по ресницам я просто перестала их давно наращивать зачем после наращивания они становятся реденькие коротенькие и у них нет завитка они почему-то смотрят вот так вот прямо так читаю а фитнес зале со мной блин я недавно ходила в зал в басик и вы знаете что я сомневаюсь что в бассейне кто-то блять будет знакомиться потому что когда я надеваю эту резиновую уебищную шапочку на себя честно ну я даже не хочу видеть себя в отражении зеркала конечно можно сделать мне астрологическую карту делайте я у вас на фоне это так мило какая разница в каком районе я живу чтобы вы меня потом преследовать преследовали мне нужны твои данные пожалуйста я тебе сделаю с биркой не поняла ничего можно продублировать я не желаю если честно вариться в медиапространстве я вообще не люблю когда меня обсуждают да мне было страшно рожать кесарь вообще уебищная просто процедура я вспоминаю мне аж плохо мне все время тошнило мне казалось что я умру я была в сознании и из меня просто вытаскивали ребенка чем я зарабатываю на жизнь представляешь мне деньги падают с неба хочешь так же сын не видится с Пашей подкасты я не знаю мне кажется что мне не очень грамотно поставлена речь я не всегда хорошо и четко выговариваю какие-то слова буквы и могу как-то неправильно формулировать свои мысли поэтому мне кажется что я бы глупо смотрелась на подкастах и тем более должна быть какая-то определенная тема о чем можно поговорить а так напиши мне пожалуйста в директ я тебе все расскажу кхм 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 Катя Лоля это больной человек она реально больная просто у Паши было миллион девушек но таких конченых как она была только она одна понимаете она лезла туда куда не нужно лезть вообще подкасты какие так ну давайте что будем делать подкасты окей на какую тему кхм кхм ааааааа эфир все всем чао какао и аааааа это